Приемный покой 9-й городской больницы – это лицо лечебного учреждения. Именно здесь пациент проходит первое обследование при попадании в больницу в ургентном состоянии. Сейчас здесь начались ремонтные работы. Ранние условия в этом отделении оставляли желать лучшего. По сути, мы идем и навстречу коллективу, который будет работать в условиях, достойных того, что люди хотели бы иметь. И, соответственно, мы улучшим качество оказания медицинской помощи пациентам, которые поступают в 9-ю городскую больницу. Ремонт стал возможен благодаря медицинской программе главного инженера комбината «Запорожсталь» Владимира Буряка. Проект стал одним из четырех победителей конкурса на лучшую инициативу по благоустройству больницы. Здесь будет манипуляционный кабинет, где мы оказываем помощь поступающим больным. Здесь будет кабинет приема больных. Там будет кабинет пациентов. Это тоже нужно что-то плохого. Это мы долго ждали. Мы вам очень признательны, что вы помогли воплотить наши мечты в жизни. Это отделение трансфузиологии. На реализацию проекта капитального ремонта операционного блока в рамках инициативы Владимира Буряка выделено 50 тысяч гривен. К работе приступили две недели назад. Обещают сдать объект уже в эту пятницу. «У нас будет полностью меняться внутреннее содержимое, начиная от стен, потолка, полностью перепланировки, с учетом того, что у нас была боксированность. Приобрели кресла, которые необходимы им были для отделения. Установлена сплит-система вентиляции». Сюда же закупили и два новых кресла для забора крови. В целом, ремонт помещения должен сделать не совсем приятную процедуру, максимально комфортной, как для медиков, так и для пациентов, говорят специалисты. Кроме этого, в рамках медицинской программы все входы в медучреждения оборудовали современными камерами видеонаблюдения. Это позволит обеспечить безопасность больницы. Дело в том, что, учитывая то, что мы ориентируем, и очень часто в ночное время бывают разные ситуации, несмотря на то, что у нас есть тревожная кнопка, после ее нажатия все равно проходит какое-то время, пока доедут. А все события желательно, чтобы были зафиксированы. На реализацию четырех проектов было выделено 200 тысяч гривен. За простар выполнено все обязательства, которые они давали. Конечно, сотрудники крайне очень довольны, что шла речь о четырех проектах. Это ремонт в приемно-диагностическом отделении, это ремонт в отделении переливания крови в операционной, это обновление оргтехники, мы полностью обновили оргтехнику в стадотделе, и это установка камер видеонаблюдения. Совсем другой вид, вид того, что было и что сейчас, это земля и небо, я бы сказал так. И мне приятно, что люди, которые работают в этой больнице, с подушевлением приняли нашу программу, и сегодня мы с вами видим результат, который достойный, достойный того, чтобы наши люди, люди города Запорожья, получали достойное медицинское обслуживание.